Атмосфера праздника с пышным столом. Проект Марка Маргулиса родился еще в 80-е, в основе теплые воспоминания мастера о своем детстве. Родители Марка Моисеевича накрывали на стол и приглашали близких. Вели беседы о политике, жизни и, конечно, об искусстве. Я понял, что за этим столом должны оказаться художники эпохи Ренессанса, барокко, рококо, классики, импрессионисты. Поговорить, как посетители выставки относятся к искусству вообще. Что они думают о современном искусстве? Что думаем мы? Творческий диалог поколения поддерживают и ученики художника. На выставке представлены их работы. Марк Маргулис уже много лет руководит экспериментальной студией. Художник-космополит уверен, для творчества не существует границ. Он обучает детей из 30 стран мира, мягко направляет учеников, развивая их потенциал. Мы же знаем, что как наших детей очень часто могут призывать к порядку, могут говорить, вот как ты себя ведешь нехорошо, нам стыдно за тебя. И дети сразу же начинают входить в какие-то узкие рамки. Он не призывает к анархии, но он воспитывает человека, который умеет пересекать внутренние границы. Но не вседозволенность это именно, а внутренние границы творчества. Артуру всего 7 лет, но его работа уже на выставке. Свою первую картину он назвал «Сражение миров». Над ней под руководством Марка Маргулиса он изобразил войну роботов. Юный художник стеснялся говорить о своей работе, но когда речь зашла о наставнике, смущение исчезло. Крутой. А что у него такого крутого? Он хороший, он тебе помогает. Марк Маргулис дает своим любимым ученикам полную свободу в творчестве. Художник не ставит рамки, но учит важным основам – смешивать цвета и строить композицию. От творческого подхода к обучению детей, педагогического таланта и мастерства – в восторге и родители воспитанников художника. Артуру в действительности с полным вдохновением. Он каждый день туда ходит. Он может сидеть, ну для ребенка достаточно сложно сидеть более часа перед Мольбертом. То бишь с Марком он может прямо начинать и заканчивать работу. Помимо того, что они рисуют, они также еще и лепят. То бишь это они все совмещают. И дети, вот все дети, они ходят с огромным удовольствием. Произведение Марка Маргулиса находится в 23 музеях и галереях России и зарубежья. Увидеть работы мастера и его учеников можно в выставочном центре «Галера». Она будет работать до 25 июня. Александра Маркина и Евгений Адамов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова